Добрый вечер, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня мы проводим тематический вебинар «Золото. Основные тенденции». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Отлично, благодарю всех за обратную связь. В начале вебинара, в первой ее части, мы поговорим о ключевых факторах, которые влияют на ценообразование драгоценного металла. И затем уже непосредственно составим прогноз на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Если вы что-либо не понимаете, обязательно задавайте свои вопросы в чат. У нас в чате есть раздел «Вопросы» специально для этого. И также, если у вас есть какие-либо мысли по золоту, также их пишите, и мы будем обсуждать, будем дискутировать на эту тему. Начинаем наш вебинар. Вначале поговорим о том, почему золото является популярным инструментом, в чем популярность золота. Золото у нас, безусловно, является одним из самых, наверное, популярных инструментов для инвестиций, причем не только среди профессиональных участников финансовых рынков, среди трейдеров, инвесторов, финансовых институтов, но также среди рядовых жителей большинства государств. Что касается, допустим, России, что страны СНГ, что континентальная Европа, Америка, везде золото пользуются популярностью, все его покупают. В чем основная причина золота? Причина эта в том, что золото у нас, история золота насчитывается в нескольких тысячелетиях, и в этой связи золото во все времена использовалось как платежное средство. То есть у нас сначала появилось золото, затем уже появились монеты, потом бумажные деньги пошли, и поэтому люди думают, что раз золото у нас уже, история золота насчитывается в нескольких тысячелетиях, значит, золото всегда у нас будет как платежное средство, и, соответственно, все эти бумажные активы, так называемые, что бумажные деньги, что, допустим, акции, облигации, в общем, вся эта бумага, она рано или поздно будет обесцениваться, и золото, соответственно, будет всегда в цене, золото будет всегда иметь определенный, скажем так, вес в кавычках, и золото всегда будет пользоваться спросом, как у инвесторов, так и у рядовых граждан. Поэтому золото необходимо покупать, и также у многих жителей, что России, что других стран, бытует такое мнение, что золото никогда в цене не падает, золото всегда растет, но так думают, скажем так, непрофессиональные участники финансовых рынков, потому что если кто когда-либо имел дело с биржевой торговлей, он прекрасно понимает, что золото – это всего лишь навсего обычный биржевой инструмент, цена на которого постоянно, ежесекундно изменяется, и, соответственно, золото не может всегда расти. Золото, как и любой биржевой товар, подвержен динамике, либо восходящей, либо нисходящей, соответственно, котировки на золото в один период времени растут, в другой период времени снижаются. Но вот обычное население, оно думает, что золото никогда в цене не падает, и всегда только лишь растет. Такое у нас есть заблуждение касаемо драгоценного металла. Рассмотрим основных ключевых игроков рынка золота, затем уже поговорим непосредственно о факторах, которые влияют на ценообразование данного металла. Можно выделить четыре основные группы игроков. Первая группа – это, безусловно, центральные банки, мировые и Международный валютный фонд. Необходимо отметить, что практически все центральные банки, наверное, нет таких в мире центральных банков, которые не используют золото в качестве страхового резервного фонда. То есть все мы прекрасно слышим периодически из средств массовой информации или мы читаем в интернете о золото-валютных резервах того или иного центрального банка. Так вот, центральные банки активно проводят операции на рынке золота, как продают, так и покупают. Поскольку центральные банки обладают высокой ликвидностью, то есть у них очень большие капиталы, то они способны заключать сделки на большой объем. Соответственно, такие операции оказывают влияние на котировки золота. У них очень высокая ликвидность, они входят в рынок большими ордерами, они покупают физическое золото, они покупают не... Они, конечно, могут покупать инструменты производные, допустим, а фьючерсы, опционы, но в основном они покупают физическое золото, поэтому данная группа игроков оказывает очень заметное влияние на котировки драгоценного металла. То же самое касается Международного валютного фонда, у него тоже большие запасы золота, и он также оказывает влияние на ценообразование данного металла, поскольку тоже является ключевым игроком. Также есть такая интересная одна закономерность, что центральные банки, они действуют как и большинство трейдеров на рынке, то есть поскольку большинство трейдеров на любом рынке, что, допустим, валютный рынок, что рынок товарный, фондовый, облигационный и так далее, большинство трейдеров деньги теряет. То же самое касается и центральных банков, то большинство центральных банков покупают золото, когда цена уже очень высокая, и продают золото, когда цена очень низкая. Вот такая закономерность тоже присутствует. Были несколько исследований американских специалистов, которые проводили именно исследования в области действия центральных банков, и они пришли как раз к интересному выводу, что многие центральные банки, что Федрезерв американский, что Банк Англии, особенно Банк Англии они отметили, этим я очень часто грешил, когда открывала, скажем так, позицию на покупку, уже наверху рынка, когда рынок разворачивался, и тем самым они покупали золото по высоким ценам, затем цены на золото снижались, и они, скажем так, несли некоторые убытки. Поэтому не стоит думать, допустим, что если мы где-то в средствах массовой информации слышим, что определенный центральный банк купил большую партию золота, большой объем золота, значит все, теперь у нас золото будет 100% расти. Иногда случаются такие моменты, когда-то странные банки допускают ошибки, то есть не нужно думать, что странные банки абсолютно не допускают ошибок, и все их действия безукоризненные, они всегда входят рынок на минимальных ценах и выходят из него на максимальных. Нет, периодически такие моменты случаются, когда странные банки достаточно часто ошибаются. Вторая группа игроков, это институциональные инвесторы, это пенсионные фонды, страховые фонды, хедж-фонды, так называемые финансовые институты, они тоже располагают большой ликвидностью, у них тоже большие капиталы в управлении находятся, особенно у пенсионных фондов, которые управляют колоссальными деньгами, но пенсионные фонды, они в основном заточены на рынок облигаций, и уже меньшую часть они инвестируют в другие инструменты. В основном к рынку золота относятся именно страховые фонды, фонды при страховых корпорациях, потому что страховщики, активные игроки на финансовых рынках, будь то валютный рынок, товарный или фондовый, и также хедж-фонды, очень много хедж-фондов в мире, которые инвестируют в золото, и их главная цель заработать на своем понимании рынка, то есть они ежедневно проводят анализ рынка, мониторинг рынка, и у них очень большие капиталы, у них хорошая аналитическая поддержка, у них хорошие специалисты работают, плюс современные информационные платформы, совсем не мета-трейдер, через который мы торгуем, более современные, соответственно, больше информации, в том числе и инсайдерская информация, и с учетом всех вот этих факторов, они тоже окажут значительное влияние на ценообразование рынка золота. Третья группа, это, безусловно, сами производители драгоценного металла, то есть золотодобывающие компании, которые также своей деятельностью оказывают значительное влияние на котировки драгоценного металла. Если на рынке у нас наблюдается уменьшение предложения, по различным причинам, это может быть как забастовка рабочих, так и, допустим, различные причины природного характера, или, допустим, геополитическая напряженность, какие-то вооруженные действия происходят непосредственно в зоне нефти, не нефти, а золотодобывающих предприятий, и, соответственно, работа данных предприятий останавливается, и предложение на рынке уменьшается. То есть могут быть разные факторы, которые влияют непосредственно на производителей драгоценного металла, и в этой связи, если мы видим уменьшение предложения, то по базовому закону экономики, закон спроса и предложения, если у нас предложение меньше, значит спрос высокий, цена растет, и наоборот, если предложение большое, значит спрос низкий, снижается, и, соответственно, цена также снижается. Поэтому здесь также необходимо смотреть и за действиями, за комментариями представителей золотодобывающих компаний. Они также периодически в СМИ появляются, дают свои прогнозы по котировкам, на золото, на среднесрочную, на срочную перспективу. Также расскажут о своих непосредственных действиях, то есть непосредственно также необходимо анализировать и деятельность данной группы лиц. Производители изделий золота как-то влияют на рынок. Олег, мы сейчас обязательно тоже об этом поговорим, вы меня немного опередили. Вот как раз производители изделий золота относятся к четвертой группе, это промышленные потребители. То есть это те компании, корпорации, юридические лица, так называемые, которые как раз и используют драгоценный металл для непосредственно своей деятельности. То есть золото у нас используется во многих секторах экономики, но здесь, безусловно, особняком стоят три ведущих сектора, на которые приходится основной спрос драгоценного металла. Это у нас электронная промышленность, ювелирная отрасль экономики и также медицина. Поэтому, безусловно, данная группа лиц, она также влияет на ценообразование рынка золота, потому что, если у нас низкий спрос с стороны промышленных потребителей, значит, цены также у нас не будут сильно расти. Или даже, напротив, они будут сильно снижаться. Поэтому здесь все четыре группы ключевых игроков, они окажут значительное влияние на рынок золота. Мы с вами, трейдеры, обычные трейдеры, рядовые, не относимся ни к одной из этих групп, потому что наша роль маленькая, мы только лишь можем немного спекулировать. И поэтому, для того, чтобы нам хорошо спекулировать, нам необходимо знать, во-первых, основных игроков рынка золота, и во-вторых, ключевые факторы, которые влияют на ценообразование драгоценного металла. Об игроках мы сейчас поговорили. Если что не понятно, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. И сейчас перейдем непосредственно к тем ключевым фундаментальным индикаторам, которые влияют на котировки золота. Необходимо также выделить четыре ключевых индикатора, как и четыре группы ключевых игроков, также и четыре ключевых индикатора можно выделить, которые окажутся влияют на ценообразование драгоценного металла. Первый индикатор это инфляция, второй индикатор геополитическая напряженность, третий фактор спрос и предложение, основной закон экономики, без него никуда нам нельзя пойти, и четвертый фактор это динамика американской валюты, и вот сейчас мы каждый из данных факторов ключевых рассмотрим более подробно, и затем уже составим свой прогноз по рынку золота на ближайшую среднесрочную и также на уже долгосрочную перспективу, то есть на ближайшие месяцы и до конца года. Начнем с инфляции, потому что инфляция, на мой личный взгляд, это индикатор номер один, как для золота, так и для валютного рынка, потому что золото у нас традиционно используется как средство защиты от инфляционных рисков. Здесь на слайде представлена диаграмма, где у нас указаны коксировки золота, динамика и также динамика инфляции в Штатах, CPI в США, индекс потребительских цены, то есть здесь достаточно хорошо видно, что у нас корреляция прямая, конечно, не всегда она стопроцентная, на рынке у нас ничего стопроцентного не бывает, потому что если бы у нас все было стопроцентно, тогда у нас был бы рынок эффективный, тогда бы на нем никто не зарабатывал, потому что, допустим, все бы участники, стопроцентных участников, либо покупали, либо продавали, тогда кому бы они продавали и покупали соответственно, никто бы тогда не смог заработать, потому что кто-то должен покупать, кто-то должен продавать, то же самое касается и корреляций, не всегда они бывают стопроцентные, но очень высокие корреляции, здесь очень высокая прямая корреляция, здесь мы видим, как у нас золото растет, то же самое у нас и растет инфляция, была у нас раз корреляция в 2010 году, когда инфляция ушла вниз, но тем не менее золото пошло наверх, однако затем инфляция также устанавливалась, это совпало с пиком по золоту, вот мы здесь видим исторический максимум по золоту, чуть более 1900 долларов за тройскую унцию и также был пик по инфляции в течение нескольких лет и затем инфляция снижается и золото также снижается, то есть корреляция достаточно высокая, соответственно, нам необходимо следить за инфляцией, если у нас инфляция растет, как мы уже ранее говорили, то у нас растет и золото, потому что инвесторы, неважно какие инвесторы, все инвесторы, что хедж фонды там, что другие инвесторы, они используют золото для защиты от инфляционных рисков, поэтому если у нас инфляция снижается, то у нас получается и отсутствует необходимость покупать золото, потому что зачем нам золото, если инфляции нет, если у нас инфляции нет, необходимо искать другие активы, более высокодоходные, чем золото, золото нам никакого дохода не принесет, потому что оно будет снижаться, поэтому внимательно смотрим за инфляцией, и мы на наших вебинарах, в нашей компании FreshForex ежедневно проводим вебинары в 10.30 по московскому времени, с понедельника по пятницу, говорим о том, что необходимо смотреть за динамикой долгового рынка, то есть за облигациями, за их доходностью, что для валютного рынка Форекс, что для золота, крайне интересными являются десятилетние бумаги, их доходность, в первую очередь американские, потому что Америка у нас экономика номер один в мире, это ведущая мировая экономика, самая большая мировая экономика, Китай там движется вперед тоже большими темпами, но находится третье европейского этого блока и соответственно поскольку США экономика у нас на первый месяц находится, ведущая мировая экономика, то здесь смотрим за их доходностями, десятилетних бумаг, десятилетний трежерис, и здесь мы тоже видим, что есть прямая корреляция, причем здесь даже получается корреляция более лучше, чем на предыдущем стаде, чем по инфляции, если там у нас была раскорреляция в течение десятого года и в первой половине одиннадцатого, то здесь у нас никакой особо раскорреляции нет, то есть мы видим очень хорошую корреляцию снижения и золота и доходности и напротив рост доходности и роста золота. Что нам говорят сами по себе доходности десятилетних значительских облигаций американских? Она отражает инфляционные ожидания, то есть как ожидают участники рынка инфляцию в Штатах, либо она будет расти, либо будет снижаться, если ожидается, что будет рост инфляции, доходность растет, если ожидается, что будет инфляция снижаться, доходность падает. Поэтому для того, чтобы нам понять, что же нас ожидает по инфляции, мы можем посмотреть на непосредственно релизы макроэкономические по инфляции. Это CPI, нас интересует также PPI. Вот сегодня в Штатах был PPI опубликован за апрель, данные негативные, сокращение по сравнению с предыдущим месяцем, то есть получается негатив по инфляции. У нас не ожидается рост инфляции. PPI является предвестником CPI, если у нас PPI слабый, то у нас и индекс потребительских цен, то есть CPI также сильного роста не демонстрирует, потому что рост, он идет в тандеме, и индекс потребительских цен растет, и индекс цен производителей также показывает рост. На этой неделе у нас вот сегодня было опубликовано индекс цен производителей в Штатах 15-30 по Москве почти два часа назад. На будущей неделе будет непосредственно уже более такой, скажем, рыночный индикатор инфляции, который используют именно инвесторы, экономисты, это CPI, он будет опубликован в Штатах на будущей неделе, и в этой связи мы получаем негатив, то есть уже опережающие, скажем так, данные нам указывают на то, что не стоит ждать всплеска инфляции по итогам апреля. И, соответственно, смотрим, помимо этих двух отчетов, смотрим на доходы, что же она нам показывает. Доходы сменяются ежедневно и ежесекундно. Там есть только небольшой перерыв ночью на клиринг по облигационному рынку, однако, в целом, практически круглосуточные доходы облигаций торгуются американские за небольшим перерывом. Соответственно, мы практически в любое время можем посмотреть на эти доходности, на бумаги и посмотреть, что же нас ожидает по инфляции. То есть нам интересна динамика, не просто, допустим, текущее состояние доходности американских трежерис, нам интересна именно динамика, динамика хотя бы за полгода, то есть в зависимости от того параметра, который мы следуем. Если мы смотрим на краткосрочный трейдинг, то есть торгуем внутри дня, то нам, конечно, глупо смотреть на динамику инфляции за три года, то есть если мы уже торгуем долгосрок, тогда смотрим действительно на долгосрочную динамику. Поскольку у нас инфляционные ожидания в татах очень низкие, то здесь все достаточно хорошо продемонстрировано на этом слайде, то есть доходности чуть более 2%, они крайне неустойчивые, то есть имеется ввиду, нет у нас сильного роста по доходности. У нас в начале минувшего года 14-го доходности американских трежер из 10-летних было 3% практически, 2,99%, сейчас 2,20%, то есть мы находимся гораздо ниже, чем уровни начала года минувшего и соответственно нет у нас всплеска инфляции. Получается, если у нас нет инфляции, значит золото нам становится неинтересно. Перейдем ко второму фактору, это у нас геополитическая напряженность. В периоды напряженной ситуации в мире инвесторы уходят в безопасные активы, в число которых относится у нас золото. Поэтому, если у нас есть в мире геополитическая напряженность, то золото растет в цене, если этой напряженности нет, то золото снижается. Либо золото не изменяется. Не обязательно, что снижается, Тогда этот фактор никак на золото не оказывает влияние. То есть, если есть геополитическая напряженность, золото растет. Если оно отсутствует, значит ничего у нас не происходит именно по этому фактору. Геополитическую напряженность мы с вами не можем нехорошо прогнозировать, потому что это событие форс-мажорное. То есть, мы с вами абсолютно не знаем, что нас ожидает завтра. Возможно, завтра у нас новая война начнется где-либо. Либо на Ближнем Востоке, либо опять на Украине что-нибудь колыхнет, либо еще в какой-либо части нашей планеты. Это, соответственно, золото будет пользоваться спросом. Поскольку данный фактор мы не можем заранее учесть, то мы его тоже всегда держим в уме. В случае, если у нас геополитика вмешивается непосредственно в динамику ценообразования золота, тогда золото будет расти. Поэтому всегда также читаем, что нам пишут в средствах массовой информации. Если где-либо мы увидели новость о том, что у нас начались какие-то геополитические риски, соответственно, золото будет пользоваться спросом. Так было у нас и в минувшем году. Когда у нас была ситуация нестабильная на Украине, золото продемонстрировало некоторую силу. Так было и когда у нас террористы захватили северный район Ирака, где нефтедобывающий завод находится, золото тоже подпрыгнуло вверх. Конечно, затем все вернулось на круги своя, но тем не менее в краткосочной перспективе золото пользовалось спросом. То же самое было и в начале года текущего, 2015 января месяца, когда у нас возникла нестабильность из-за действия Центрального банка Швейцарии. Я думаю, все помнят эту историю, когда у нас были сильные гэпы на валютном рынке, когда Центральный банк Швейцарии отказался от поддержания стабильного курса национальной валюты швейцарского франка к единой европейской валюте на отметке 1,20. Скажем так, решил уйти от интервенции, ушел с рынка и соответственно у нас были сильные гэпы на рынке. Была некоторая на стабильности на финансовых площадках и золото пользовалось спросом, золото пошло вверх. Поэтому геополитические риски тоже всегда держат в голове, они могут возникнуть из ниоткуда и поддержать спрос на золото. Поскольку это форс-мажор, то мы это никак учесть не можем. То есть допустим, если инфляцию, спрос, предложение и динамику американской валюты мы еще можем прогнозировать, то здесь геополитические риски мы прогнозировать никак не можем. Во времена депрессии 30-х годов в США правительство Розульта запретило иметь золото населению. Почему? Зачем? Это какая-то экономическая причина или... Вы знаете, Олег, не смогу вас точно проконсультировать по этому вопросу. Единственное, что я читал, это то, что изначально американцы котировали, скажем так, свою валюту по цене 35 долларов за одну тройскую унцию. То есть была такая привязка, однако затем американцы отказались от этой привязки, потому что те держатели американских, что долларов, что, допустим, ценных бумаг правительственных, когда они предъявили обратно Америке данные, скажем так, бумаги и попросили золота, то американцы отказались забирать эти бумаги обратно и платить золотом. Они сказали, что ничего, они делать это не будут, и тогда у нас было сильное снижение курса американского доллара, потому что многие страны в нем разочаровались. А вот что касается именно почему они запретили населению, зачем, я не могу вам сказать, потому что это такой вопрос специфический, исторический, и это геополитика. Нет, это не геополитика, вот именно этот вопрос. Этот фактор, он больше политический. Да, вот 60-е годы, вы правильно указали, вот про эту историю американской валюты и золота взаимоотношений я, скажем так, читал. А вот что касается 30-х годов, я, скажем так, не... Я изучал депрессию в Штатах, но вот именно по золоту я не изучал, почему золото запретили американцы. Это, наверное, был политический какой-то шаг, на мой взгляд, то есть это не геополитика, это была именно политика. Геополитика, это имеется в виду вот нестабильность, что военная, что, допустим, на финансовых площадках, различные нестабильности. А это уже было внутри Америки, на мой взгляд, какие-то свои причины были. В 30-е годы действительно была дефляция, вы совершенно правы, тогда у нас была дефляция, и акции сильно упали. Ну, это и не экономика. Я не знаю, Олег, вы знаете, я уже сказал, что я этот вопрос исторически не изучал, поэтому не могу вам точно сказать. Я, возможно, сейчас вам скажу, что это политика, а не экономика, а это была экономика. Или наоборот, скажу что-то другое, а был на самом деле по-другому. Поэтому я не могу вам ответить. Этот вопрос такой уже очень долгий, и к тому же, с одной стороны, это было очень давно, и никак это на рынок, на текущий не повлияет. И, с другой стороны, именно сейчас, вот зная эту причину, почему, допустим, правительство в Штатах запретило населению американскому иметь золото, нам никак не поможет заработать. Поэтому я лично вот этот вопрос ответа не знаю, поэтому если кто-то из участников нашего вебинара может вас проконсультировать, тогда, возможно, кто-то вам и ответит. Я лично ответа на такой вопрос не знаю. Перейдем к следующему нашему фактору, это спрос и предложения. Если посмотреть на динамику спроса, то здесь банальный закон спроса и предложения. Если у нас спрос снижается, то снижаются и котировки, и наоборот, если спрос растет, то и котировки растут. Здесь у нас представлена диаграмма, где отражается непосредственно спрос со стороны промышленных потребителей. Мы говорили о том, что у нас есть четыре ключевых группы игроков на рынке, которые оказывают большое влияние на рынок. То есть это центральные банки, инвестициональные инвесторы, золотообывающие компании и непосредственно промышленные потребители. Сейчас поговорим о двух группах, это промышленные потребители и также о инвестициональных инвесторах. Начнем с промышленных потребителей. Здесь мы видим, что у нас в целом спрос присутствует. В последние месяцы он у нас увеличивается. Вот диаграмма синим цветом, это именно спрос со стороны промышленных потребителей. А черным цветом представлены именно котировки золота. То есть что у нас происходило с золотом. Если мы видим, что последний такой отрезок у нас спрос увеличивается, однако в целом если посмотреть тренд, то тренд у нас нисходящий. Вот такую визуальную линию тренда прочертим. Вот этой отметки слева направо и мы получим, что тренд у нас нисходящий и спрос у нас получается в долгосрочной перспективе он снижается. Соответственно если спрос снижается, значит у нас нисходящая тенденция. То же самое мы видим и по золоту. Вот у нас в долгосрочной перспективе тренд нисходящий. В последние недели, в последние месяцы мы немного отскакиваем наверх. Но в целом спрос очень низкий и он даже еще у нас находится на отметках ниже, чем в начале года. Вот у нас событие начала года и тем самым, что мы видим сейчас, то есть спрос он значительно меньше. Получается низкий спрос или пониженный спрос оказывает негативное влияние на котировки. Соответственно трудно ожидать роста котировок. Посмотрим на динамику спроса и предложений посредственно по национальным инвесторам. Здесь представлены на слайде данные по комиссии фьючерсной торговли в Америке, данные по бирже Наймакс и Чикагской биржи, где торгуются котировки, не торгуются котировки, а где торгуются контракты на золото, фьючерсные контракты. Здесь позиции по фьючерсным контрактам, которые как раз открывают финансовые институты, хедж-фонды, страховые фонды и так далее, другие инвесторы. Так вот здесь мы видим то же самое, такую же тенденцию. У нас, если допустим в 2010 году картина за последние 5 лет спрос был достаточно высокий, то потом у нас спрос стал снижаться, особенно сильное снижение было в 2013 году. В последнее время мы наблюдаем некоторый отскок наверх, но тем не менее все равно мы видим, что по-прежнему спрос низкий, причем если даже посмотреть с событиями начала года, то спрос опять же сократился. Спрос вот здесь начала года, спрос сократился, что со стороны промышленных потребителей, это электронные отрасли, экономики, ювелиры, медицина. То же самое касается так называемых спекулянтов, в широком смысле этого слова. Спекулянты это и обычные трейдеры, и финансовые институты. Так вот спекулянты тоже получаются не наращивая длинные позиции, их позиции длинные достаточно небольшие. То есть они безусловно присутствуют, но тем не менее позиции снижаются, соответственно мы тоже наблюдаем, что у нас нету роста котировок по золоту. Получается спрос достаточно такой невысокий. То есть спрос присутствует, но он такой невысокий, чтобы нам говорить о том, что у нас будет хороший рост котировок золота. Перейдем к следующему фактору, к заключительному фактору. Это динамика американской валюты. Здесь если посмотреть на долгосрочную перспективу на события последних полутора лет, то мы видим, что у нас тоже здесь тренд восходящий. По индексу долларовой корзины, это индекс доллара. Это корзина американской валюты к своим основным конкурентам. И здесь мы наблюдаем, что тренд у нас долгосрочный, восходящий, однако краткосрочный у нас тренд нисходящий. То есть мы движемся вниз. Причем закрепились мы ниже, чем этот экстремум 94.77. И сейчас вот мы находимся на следующем экстремуме. Это недельный график по индексу доллара. Недельный таймфрейм очень сильный. Если ранжировать по силе, то получается сначала смотрим на недельный таймфрейм, потом смотрим на дневки, затем уже смотрим на краткосрочный таймфрейм, там часовики или четырочасовки. Здесь у нас недельный график. Мы видим, что подошли уже к следующему экстремуму 93.40. И получается, что после него у нас уже нет сильного экстремума. И только есть у нас психологическая отметка 90 долларов. 90 долларов, а 90 фигура по индексу доллара. Соответственно, если мы сейчас закрепимся ниже, чем 93.40, ниже вот этого экстремума, вот он у нас обозначен, такая длинная шпилька вниз, то получается вполне шанс ей сходить на 90 фигуру или в область 90 фигуры. И, соответственно, если у нас американская валюта снижается, то есть индекс доллара снижается, то это позитивно для золота. И, напротив, если у нас индекс доллара растет, это негативно для золота. Почему такая у нас корреляция разноправная? Ну, потому что стоимость золота у нас динаминирована в американских долларах. И, соответственно, если у нас доллар растет, то золото должно снижаться, чтобы у нас был баланс. И, наоборот, если у нас доллар падает, то золото должно расти, чтобы тот же самый баланс у нас был поэтому здесь также необходимо смотреть за американской валюты если суммировать все эти факторы то мы получаем что у нас фактор инфляции негативные то есть мы не видим роста инфляционных ожиданий роста инфляции инфляция крайне низкая посмотрите на штаты там инфляция чуть выше нуля посмотрите последние месяцы посмотреть на еврозону там у нас а дефляция посмотрите на великобританию тоже инфляция в нулевые отметки находятся в негативной области посмотрите на японию там если убрать ставку налога с продаж которая была повышена в апреле минувшего года там тоже крайне низкой инфляции 2,3 получается в целом ведущих мировых экономик у нас инфляции нет а во второй мировой экономике в еврозоне нас дефляции. Соответственно, получается, мы не имеем роста инфляции, чтобы покупать золото, чтобы хижировать свои инфляционные риски. То есть, фактор инфляции у нас негативный для золота. Получается, вниз. Геополитические риски, мы с вами уже говорили, это фактор неожиданный, фактор форс-мажор. Соответственно, при возникновении рисков золото идет вверх, однако в данный момент геополитических рисков у нас нет. Вроде бы, пока что все стабильно. Получается, данный фактор нейтральный. Если посмотреть на баланс спроса и предложения, то то мы видим, что в последний месяц спрос немного увеличивается, однако в целом, если смотреть на среднегодовые значения, то спрос по-прежнему достаточно такой низкий. То есть мы не видим сильного роста спроса, как со стороны непосредственно потребителей физического золота, непосредственно металла, слитков, так и непосредственно, допустим, спекулянтов, то есть различных контрактов, ючерсных, опционных, спот рынка и так далее, тому подобное. То есть есть небольшой позитив, однако в целом среднегодовые значения указывают также вниз. То есть сильного спроса мы не видим. Если посмотреть на индекс доллара, еще раз к нему вернемся, то здесь мы имеем в краткосрочной перспективе позитив для драгоценного металла, потому что мы видим, что доллар снижается, и это позитивно для золота. Мы сейчас и наблюдаем, в том числе, рост золота, все в целом позитивно. Однако в целом, если смотреть на долгосрочную тенденцию, то здесь тоже получается негатив для золота, потому что сейчас у нас тренд, он очень устойчивый, вверх долгосрочный, сейчас коррекция. Вот первая волна коррекции, вот вторая была отскок, сейчас третья волна коррекции проходит, она завершающая, и затем, на мой взгляд, мы пойдем вверх. С чем это связано? Связано это будет с тем, что у нас, если посмотреть основных конкурентов американской валюты, то они выглядят крайне слабыми в долгосрочной перспективе. Посмотрите на евро, там у нас проводится программа КУЕ, выкупают активы, облигации, и, соответственно, это давит на облигации, на рынок облигаций, на логовой рынок, и давит на валюту. То есть у нас очень много ликвидности в экономике, закачивают ликвидность в европейскую экономику, денег очень много, и, соответственно, когда денег очень много, то спрос на них низкий, потому что предложение очень большое, и спрос не успевает за этим предложением. И по базовому закону спроса и предложения, чем выше предложение, тем, соответственно, ниже спрос и ниже цена. То же самое касается британской валюты. Банк Англии проводит также КУЕ, программу выкупа активов. Здесь то же самое будет не совсем позитивное движение для британской валюты, потому что КУЕ по-прежнему проводится. Плюс вчера был квартальный отчет Банка Англии по инфляции, где Банк Англии прямо сказал черно-по-белому, что высокий фунт сдерживает инфляцию, и инфляция еще некоторое время будет находиться в негативной области, и затем уже будет только лишь постепенный рост. То есть вчера было четко указано, что сильный фунт им не выгодит. Соответственно, если он им не выгодит, значит фунт будет снижаться в ближайшее время. То есть очень скоро можно ждать разворота на рынке. Об этом нам говорил и в минувшем году президент ЕЦБ Марио Драги, что курс евро очень высокий. Об этом нам сказали в том году в марте, в апреле, в мае сказали, и после третьего раза, когда три раза подряд объявили на заседаниях, сразу же курс стал снижаться, и сказали о том, что будут проводить смягчение монетарной политики. На смягчение монетарной политики допускает и Банк Англии. Вчера они об этом сказали, что в случае усиления рисков мы пойдем на смягчение, то есть понизим ставку, потому что инфляция низкая. Вчера также было понижено ВВП по Великобритании. То есть получается, британская валюта также будет снижаться, потому что вчера Банк Англии нам четко сказал, что сильный фунт имеется в виду по отношению к евро, потому что у нас в Великобритании входит в состав Европейского Союза. Соответственно, основной у нас товарооборот у Великобритании со странами Европейского Союза. Она входит в ЕС, но не входит в еврозону. В Великобритании зона стерлинг, своя зона. И, соответственно, основной товарооборот между странами Европейского Союза. И здесь нам интересен анализ кросс-курса евро к фунту. Соответственно, данный кросс-курс у нас в последнее время снижается, очень сильно снижается, и здесь британская валюта укрепляется, о чем вчера Банк Англии сказал. То есть это негативно, причем крайне негативно. Соответственно, получаем нисходящую тенденцию по евро, нисходящую тенденцию по фунту в ближайшее время. То есть сейчас пока мы видим рост, однако долго рост идти не будет, скоро будет разворот. Об этом нам говорят центральные банки, а центральные банки – это ключевые игроки на рынке. То есть если они об этом говорят, что есть проблемы, значит эти проблемы они будут решать. Долго не решать проблемы они не смогут. И если посмотреть на следующую ключевую валюту, это японская иена. Вот основная такая четверка – это евро, фунт, японская иена и доллар. Так вот, японская иена тоже проводится с программой КУЕ, Банком Японии. Причем очень большие объемы, там выкупаются не только облигации, но также выкупаются и акции на токийской бирже, чтобы поддерживать спрос на местном рынке фонда. В Никее вверх идет тоже неспроста, потому что в том числе и Банк Японии там активно работает на рынке. Также биржевые фонды, так называемые ETF, я думаю вы тоже о них слышали. Биржевые фонды Банк Японии выкупает. И в общем там выкупают все, что можно купить на финансовых площадках. И некоторые представители Министерства финансов Японии в апреле месяце, в конце апреля говорили о том, что Банку Японии необходимо пойти на увеличение стимулирующих мер. Банк Японии на это пока что не пошел, но вполне возможно, что пойдет на это тоже в ближайшем будущем, либо в конце лета, либо осенью. И соответственно увеличение стимулов также будет оказывать давление на японскую иену. Поскольку чиновники из Министерства финансов нам об этом говорят, значит они не просто так говорят, значит есть какие-то предпосылки для того, чтобы это КУЕ расширять. Получается мы везде видим программу КУЕ, которая оказывает негативное влияние на валюту, что в еврозоне по евро, что в Великобритании по фунту, что в Японии по японской иене. И посмотрите на доллар. В Америке, Америка единственная страна, которая не проводит КУЕ, которая из него вышла в году минувшем. Как раз именно выход из данного КУЕ, который у нас завершился 31 октября, он тоже способствовал мощному спросу на американский доллар. То есть КУЕ Федрезерв сворачивал, и вот мы видим в том числе и рост американской валюты. Тоже один из факторов, почему американская валюта росла. До этого она ослабела, потому что ФРС проводил КУЕ. Как ФРС КУЕ завершил, американская валюта пошла в рост. Тоже был, конечно, не единственный фактор, но основной фактор, один из основных. Было несколько факторов, в том числе и закрытие КУЕ. И в этой связи мы получаем, что как только доллар уйдет на хорошие, низкие, привлекательные уровни, соответственно он станет интересен инвесторам, потому что будут открывать покупки на низких уровнях, потому что другие валюты крайне слабы. Там проводится КУЕ, об этом говорят представители монетарных банков, что здесь у них экономика не совсем стабильна. Посмотрите на комментарии представителей ЕЦБ по экономике еврозоны, на комментарии Банка Англии, на комментарии Банка Японии. Ничего позитивного нет. Федрезерв тоже в последнее время не радует рынок позитивными комментариями, тем не менее, поскольку основные конкуренты доллара слабы, тогда что же делать инвесторам? Инвесторам нужно во что-то инвестировать, нужно что-то покупать. И здесь получается, из четырех валют самый сильный является доллар, потому что здесь не проводится КУЕ, который не будет оказывать давление на валюту. Соответственно, после коррекции, которая завершится в ближайшее время, не обязательно, что сегодня завершится, но в самое ближайшее время, доллары будут покупать, потому что, вспомните, допустим, на каких уровнях доллар был в конце апреля, по индексу доллар тогда была сотая фигура, и сейчас уже 93.40, то есть уровни уже сейчас привлекательные, а когда уровни будут еще ниже, допустим, или там в области 90 фигуры по индексу доллара, эти уровни будут еще более привлекательные, плюс уровень 90, это психологический уровень, где некоторые трейдеры, которые, допустим, продавали, вот на этом снижении они будут закрывать позиции, а некоторые трейдеры, напротив, будут покупать. Поэтому где-то скоро, вот в области между 90 фигурой и 93 фигурой по индексу доллара, нас ожидает разворот, на мой личный взгляд, и мы будем расти вверх по доллару, по индексу доллара пойдем на новый максимум, выше, чем вот этот максимум, который мы видели в конце апреля. И, соответственно, данный фактор будет оказывать негативное влияние на золото. То есть сейчас краткосрочно золото будет пользоваться спросом, а уже долгосрочно на именно факторе американского доллара золото будет также находиться под давлением. Поэтому здесь пришло самое время составить прогноз по золоту. Что мы сейчас видим? Мы видим сейчас рост котировок золота. У нас текущая отметка 1225. Как раз она совпадает с областью сопротивления, которая здесь на графике находится у нас. И получается, мы сейчас видим у нас восходящую тенденцию. Вот первая волна восходящей тенденции, вот коррекционная была модель, сейчас вторая. И с учетом фундаментальных факторов, мы посмотрели на то, что сейчас фундамент получается по золоту наверх, краткосрочно, а уже долгосрочно вниз. Поэтому сейчас можно покупать золото с небольшими, правда, целями, потому что уже хорошо золото очень растет, и, соответственно, сейчас уже трудно ждать, что мы будем очень сильно расти. Поэтому можно ожидать роста золота до отметки 1240. Это у нас область коррекции по Фибоначчи, вот от роста, который мы видели в второй половине января, то есть с начала года. Вот это движение с начала года, с второй половины января, до непосредственно марта месяца. И вот уровень коррекции по Фибоначчи, 61,8%, третий уровень коррекции, первый 38,2, второй 50, и третий 61,8, как раз находится на отметке 1240, чуть выше, там 1241. То есть можно ожидать роста котировок в эту область, где возможна остановка, либо, может быть, рост чуть повыше. У нас может реализоваться графическая фигура отмеренный ход. То есть вот это первая волна роста, затем коррекция, и вот вторая волна роста. Цель реализации фигуры отмеренный ход графической, она очень хорошая фигура, это отмеренный ход. Я тоже ее очень часто использую. Мне вообще нравятся инструменты графического анализа. Я вот индикаторы технического анализа практически не использую, потому что вот они, на мой взгляд, менее хорошие сигналы дают. А вот графический анализ, уровни поддержки, сопротивления, графические фигуры, они, на мой взгляд, более хорошие сигналы дают. Я вот комбинирую графический анализ с фундаментальным анализом, и на этом принимаю свои торговые решения. Так вот, если посмотреть на отмеренный ход, получается цель 1252. Как мы ее получили? Мы вот от марта месяца минимума идем до апреля, получаем расстояние, и к этому расстоянию прибавляем минимальную точку коррекции, вот этой, которая у нас также была в апреле месяце. И получается 1252, где заканчивается фигура отмеренный ход. И как мы уже говорили, то есть вначале ожидаем роста котировок золота на краткосрочных факторах, и затем уже ожидаем снижение котировок золота, потому что факторы в целом у нас получаются негативные по золоту. И, соответственно, можно здесь сначала ожидать роста 1240-1252, и затем уже продавать драгоценные металлы и ждать обновления минимального значения текущего года, который у нас находится на отметке 1130, и ждать снижения котировок в области психологического уровня 1100 долларов за одну унцию. Почему можно ждать снижения именно в эту область? Потому что именно в этой области 1050-1100, по мнению многих золотодобывающих компаний, находится себестоимость золота, себестоимость добычи. У всех компаний она разная, у кого-то, допустим, себестоимость 900 долларов, у кого-то себестоимость 1200, в зависимости от региона. То есть ничего у нас одинакового нет в мире, везде своя себестоимость, но вот средняя себестоимость по миру в пределах диапазона 1050-1100, то есть можно ожидать снижения котировок в эту область, где у нас уже вновь будет разворот, потому что особо долго ниже себестоимости золото также находиться не будет. То есть ожидаем снижения вот в эту область, 1050-1100, где уже будет остановка и разворот, потому что если золото уходит ниже себестоимости, тогда компаниям невыгодно золото добывать, золото добывающим компаниям, они производство будут уменьшать золото добычи. Снижение производства мощностей вызовет уменьшение предложения, и базовый закон экономики спроса и предложения, чем меньше предложения на рынке, тем больше спроса, тем выше цена. Соответственно, золото пойдет вверх. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, у нас есть еще немного времени, я на них с удовольствием отвечу. Что быстрее упадет, золото или нефть? Что касается, что именно быстрее упадет, скорость, быстроты я не замерял, Олег, поэтому не смогу вам точно ответить, но вот что касается, упадут ли они и золото, и нефть, я думаю, да, упадет и золото, и нефть. А вот по скорости, кто из них окажется лучшим спринтером, я вот, к сожалению, не знаю, потому что нет таких индикаторов, которые замеряют такую скорость. От какой цены лучше покупать? И вам благодарю за вопрос, что касается, от какой котировки лучше покупать, то лучше все-таки подождать снижение котировок, потому что текущие уровни все-таки очень высокие, 1225. Здесь лучше покупать на отметке 1215. Здесь у нас тоже на дневных графиках экстремум, очень хороший экстремум, поэтому вполне возможно, что сейчас немного сходим наверх, затем снизимся, и потом еще сходим немного наверх. Одинаково лететь будут, но оба тела действует один загон физики с ускорением 9G. Вот у вас ответил на ваш вопрос. Запись вебинара будет опубликована сразу же после окончания нашего вебинара в течение нескольких минут. И вы всегда сможете на нашем сайте freshforex.org в разделе обучение видеоуроки посмотреть видеозапись данного вебинара в любое удобное для вас время. Можно еще раз будет посмотреть. Причем можно посмотреть видеозапись не только сегодняшнего вебинара, но и всех вебинаров, которые мы для вас проводим ежедневно. Все это есть на нашем сайте. Имеет ли смысл открывать сейчас в оба направления? Мурат, интересный вопрос. Тогда у меня такой встречный вопрос. Зачем тогда открывать в оба направления, если есть у нас тенденция краткосрочная наверх, а есть тенденция среднесрок-долгосрок вниз? То есть вы сейчас хотите просто открыть на одной котировке позицию buy и sell, и что она вам даст? Это позиции. Допустим, сейчас котировка 1225. Вы открыли buy и sell, или что вы хотите сделать? То есть, если именно то, о чем я сейчас сказал, то получить прибыль в обеих позициях. Что касается обеих, чтобы получить прибыль в обеих позициях, то смотрите, сначала тогда лучше, допустим, купить золото на снижении, подождать, допустим, 1240, затем позицию закрыть, там поставить sell limit. Первый 1240 и второй sell limit чуть выше, чем 1252. Может быть, туда сходим, может быть, не сходим. Может быть, разворот будет на 1240, потому что по Fibonacci с 1.8 тоже вполне хорошая цель для того, чтобы развернуться вниз. Поэтому здесь вот на 1252, я не совсем уверен, на 1240 шансы очень высокие, что мы туда можем сходить. Потому что пока что по американской валюте в целом все негативно, пока что идем вниз. Соответственно, по золоту идем вверх, в целом товарный рынок идет вверх, получается, золото является крайне хорошим инструментом. Поэтому 1240 цена вполне реалистичная для покупок, имеется в виду sell, а вот уже там 1252, это ставим второй sell limit. Может быть, дойдем, может быть, нет. Поэтому два sell limit, это 1240, 1255 и ожидаем снижение 1100, такой долгосрочный прогноз. Ну а краткосрочно ожидаем тенденции наверх. А если касается именно замок, на одной котировке делать две позиции, sell и buy, то я лично не рекомендую, потому что, на мой взгляд, это глупо. Но это лично, на мой взгляд, я не знаю, может быть, я не прав. Я все-таки предпочитаю торговать именно тренд, либо краткосрочный, либо долгосрочный. Пока что краткосрочный тренд по золоту наверх, а долгосрочный вниз, поэтому лучше всего это и торговать. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, благодарю всех за внимание. Желаю всем успешной торговли, успешных инвестиций в золото и не только в золото. Также желаю всем отличного настроения. Завтра не забудьте, в пятницу, как обычно, в 10.30 в Москве мы проведем вебинар. Ежедневный обзор валютного рынка. Принять участие в вебинаре можно на нашем сайте freshforex.org в разделе обучения видеоуроки. Еще раз всем успехов, до новых встреч. Продолжение следует...